Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, шо у меня мусора забрать. Пубертат увидел мир! Друзья, мы приехали в Харьков. Харькову очень сильно досталось. Само больше пострадал именно Харьков. И сейчас, по юрисдикции жестких военных, мы поедем за километр до орков, где уже их позиции будут видны на вытянутой руке. Едем прямо в зону боевых действий и увидим это всё. Так, друзья, едем в освобождённые сёла. Одели бронежилет, одели каски, там стреляют ещё, чтобы в голову, если прилетит снаряд, чтобы каска на меня защитила, чтобы пубертат не погиб. Едем показать вам, что натворил русский мир в Харьковской области, друзья. Плана сегодня у нас какой? Мы сейчас выезжаем в освобождённой территории, с недавних пор мы сейчас застанем разруху, мы застанем технику, немножко черносливов, орков, то бишь, мы прокатимся немножко по войнушке, посмотрим, что это такое, да, и насколько это хреново. Завтра мы зацепим Харьков, Салтовку, Северную, мы зайдём в метро к детям, ну и посмотрим город, разруха, то, что было в первые месяцы войны. По Харьковой области у нас сейчас, как наши, пошли контрнаступления, ну или меня поправят контрнаступательные мероприятия, да, такие, то есть мы орков максимально двигаем на север границы России. И пацанов очень сильно это получается, дерутся за каждый просто метр, просто наши защитники, вот, и, ну, идут постоянные бои. Ночью вы слышали выходы, как бы, да, это наши, наши пацаны, пиздячат позиции, то есть постоянно, да, ну и всё, то есть мы едем сейчас по направлению к российской границе, Белгород. Да, освободили. Это ужасно, это война, он тут всё оборвано, лень тут просто пипец, как бы колеса не проколоть, чтобы мы тут и не остались. Друзья, вон на горизонте дымит, это уже Россия, граница, это как раз вот там вот происходят сейчас ожесточённые бои. Дима над нами 100% парить сейчас беспилотник Орлан. И парни сказали ехать за ними след в след, потому что справа-слева тут противотанковые мины. Я думаю, да, это просто мирнячок и как бы, а почему не... Так, мы приехали на базу, паркуем машину на нычку, чтобы нас, коптеров, ниоткуда, чтобы нас не срисовали. Да, комрадик? Да, я думаю, что если уже срисовали, прилетит, разорвёт мою машину нахуй. Буду зарабатывать на новый аранжровер. Давай. Это РСРЗО работает. В этой поездке нас сопровождают бойцы ССО «АЗОВ», которые непосредственно освобождали Харьковскую область, и благодаря которым харьковчане теперь могут спать спокойно. Это бывшие позиции... Это бывшие позиции, которые захватили русские. Мы их отсюда всех выбили, убили. Это была небольшая... Там мы идём сейчас в БМП, там трупы, так сказать, руснявых. Сейчас нас снимем, и пойдём туда в блиндажи, которые убегали, мы их там достали. Вот тут прямо прилёты были, да? Да, это огромные бомбы авиационные были, ФАП-500. А когда эту территорию зачистили полностью? Четыре дня назад. Четыре дня только, да? Но тут ДРГ по кустам ещё не прячется? Может быть. Встречаются ещё одинокие какие-то потеряшки? Ну, не потеряшки, там по три, по четыре. Тут сейчас как обстановка? Я слышу, что бахает буквально за лесом. Да, у нас линия фронта идёт два с половиной километра отсюда. Отсюда, да? Да. То есть там сейчас идут бои? Да, там танковые бои идут. А вы зачищали эту территорию? Да. А мы куда путь держим? Сейчас увидишь. Сепарская БМП. Там уголёчек свеженький. Надо снимать, да? Ага. Друзья, находимся в самой-самой прямой. Вот, 20 километров. Там уже Россия, прямо зона боевых действий. Впереди уже слышны выстрелы. Уже прям под границей. Ага, да, да, не хочешь? Русская? Покажи, русская. Борис Оглебский. Комбинат. Опа. Это прилёты. Боля, это наши прилёты или какие-то... Я не знаю, я не знаю. Фи, но в любом случае, на Баспачнице. Салтовка. А что, как самочувствие? Ну, трошечки на нервозе, трошечки. Але такие хлопцы гарни с нами. Я думаю, что всё будет хорошо. Они нам скажут, как делать. А мы послушные, мы будем делать. Вот. Зараз идём за ними, не знаю, куди идём. Але трошечки уже стрёмно стаёт. Не с цифр, наверное. Сердечко уже тіпает. А шо тут-то, а шо тут-то покажите? А вон, вот бурятик лежит. Бурятик? Копчёный, да. Ебать. В натуре, что человек? Ебать, какой-то манекен. Ну, конечно, от фугаса он подсушил его. Человек. То есть они здесь сгорели заживо? Ну, фугасом додали ему, он попытался вылезти. Не успел. А в такой ситуации, когда человек оказывается, за сколько ему, пару секунд, и он крякает? Или это... В этой ситуации у него нет времени вообще. Это однозначно смешно. Нет, бля. То есть очень быстрая, мгновенная. Он усох сразу. Он усох. А остальных жмуриков... Остальных вы сейчас увидите. Вот так выглядят внутренности машины. Все обуглено, черное. Вон впереди вы видите кабину. И в точно таком же состоянии находится и экипаж. Экипаж. Вот здесь вот сбоку. Я вам его не показываю. Гляньте, какое все черное. Уголек. Камрад, как тебе война? Ну, бля. Это жесть. Ну, вот приехали. Непонятно зачем, непонятно для чего. Сгорели. Тут полный танк трупов. Ну, это Ютуб вырежет, конечно. Вот так. Они вот это вот, все, что у нас в препаратах идет для обезболивания, ну, там, на случай ранения, они все это употребляют, колятся. Короче, ну, без ранений. И от этого кайфануть можно? Наверное, я не знаю. Так, вон, это жилы, да? Да. С них такая точечка. Вот так, не афтопом. Ну, они валючие бомжи. Бонарики есть? Да. Есть. Это как погреб был. Это бункер. А, это старая военная база, да? Они ее заняли. Воры, посмотри. Кубки, они чужие, бля, воровай. А что такое, нычка какая-то была? Все выжраное. Дима, вот тут и сварочная маска, и велосипеды. Тут на мародере, на видел, там стиралка стоит, велик лежит, сварочная маска. А, вон, да, видишь, это мопед все это. А, смотри. Дима, аккуратно. Каралатская лента. Ватники. Блин, на мертвого не наступить. Нет, их отсюда уйдем. Вот тут они в закромаксах жили. Лестницу украли, да? Да, вот это все, это вон наворовано. Так. Это уже, у них считается, элитная комната, здесь были офицеры у них. Ого, это такие спальники, ни разу не видела их спальники. Кого читаем? Льва Толстого. Нет, Джейн Остин. Да там и Достоевский есть книжки. Аббатство. Феодор. Финансист. Вот так они спят, и пиздец. Да не кончено. У нас бомжи в Одессе лучше живут. Да, да. Ух ты, духовная керосиновая лампочка красивая. Сапожок-пепельница. Здоровый бункер. Это вся форма их. Она покажет. Пошли, типа с ней. Таня, вот парень. Фонарик поинтереснее. Тут малодоженская такая, именно для подрузья. Комнатка, именно для двоих, для уединения. Даже подушка. Прокладка? В натуре. Да, они прокладки в ботинки себе слиют, чтобы ноги сушить. В натуре прокладка женская. Так это они своим женщинам, наверное, просто украли. У них что-то такого нет. У них же ботинки плохие, кирзачи, и они туда ложат. У них же кирзовые ботинки. Чтобы ноги когда промыкали. Фу, трусики. Оргские трусики. Тапочки, блядь, сушится кровь, блядь. Что? Телек мочит. Сука, я не могу. Так возьмем, давай схаваешь. Брать? Да. Сделаем вечером тест-драйв. Ему ничего не будет. На, Сус. Высший сорт. Ну а что, еда и есть еда. Пацаки, что напишите в комментариях? За шквар хавать такой или нет? Да нормальная еда, что вы гоните. Ищи нормальный у них в трехлитровых банках. Что это, блин? Еда и есть еда. Ребята, мы тут потихонечку гуляем. Вот на горизонте гупает. Но с нами отличные проводники. Вот база русских. Вот намародеренные всякие долфасты. Тут есть намародеренные велики, короче. Тут всякой хабатури очень много. Колоразские ленты и так далее. Вот нашел вот такую свинину. Будем с Сусом пробовать. Держи. И это вход в бункер. Сейчас военные проверят, что там. И зайдем глянем. Ну какие-то веревки. Могут быть растяжки. Ну да. Я не хочу второй раз взрываться. Это ни к чему. А у тебя при первом взрыве сколько процентов ожога было? 65% ожога. А какой процент ожога считается уже летальным? Ну больше 10% уже это сложная категория. И можно не выжить. У тебя была сложная? Ну у меня была очень сложная. Тут ты был на волоске от погибели? Да. А что тебя удержало? Вера и Грегор Рода. А Вера что? В победу. Вот. Вот это работает реактивная артиллерия. Это выходы? Да, это выходы. Сюда? Плотно ложится. А можно ее забрать или не принято? Не принято. Ты ее не провезешь через два. А? Она не та. Переверни. 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 Вот так она стоит. А, то есть она вот так вот падает, а потом так. Раз. Потом вот так на пружинках она получается выставляется вот так вот. А здесь у нее такая типа штучка идет, боевая часть. И она раскидывает в три стороны растяжки. Вот. Растяжки раскинула. Кто-то растяжку зацепил. Она бахнула. У нее там радиус плашного поражения метро. 7. Это противоходная, да? По-моему. То есть она здесь приземлилась и где-то тут она выплюнула свои растяжки? Ну да, получается она вот так вот. Знаете, такая клопс, выплевывает растяжки. А растяжки где-то рядом получается лежат? Хрен. Честно. Я не видел. Растяжки какого размера вообще маленькие? Ну, леска такая. А. Плазма, как думаешь, не получилось у них подключить ее в бункере смотреть? Ну, не, этого появилось. Провод вроде даже идет. Не, генераторы здесь были. А спутник? Тоже где-то. Ладно. Тогда получилось. Ха. Надеюсь, они для трюкска говно смотрели. Нет, вы же смотрели наш канал и понимали, что говорят. Обычный классический подромный. Что, походу? Что там? Блин. А? Да, я смотрю, это гена или как их называют обычно. Усики такие доризовали странные. Ну, гляньте, нашли документацию, перечень одиночного комплекта ZIP. И здесь написано, что у них. Глицерин дистиллированный, кисточка. Это русские документы. С печатями вообще совсем. Консервация раскрытия. Что у вас у муравьев проснулось? Вот еще какая-то документация. Кто разбирается в этом, может поймет. Акты с печатями, с подписями, все. Командир Шойгу подписал. Ага. Да. Давай сюда. О, смотри, Z. Русские бронежилеты. Тут даже такие вещи могут быть заминированы. А может быть заминировано абсолютно все. Абсолютно все. Чистый. Гляньте, пацаны, русский бронежилет, но пластины они, может, с собой забрали. Или их не было. Попробую его открыть и посмотреть изнутри. Вон тебе бирка, пожалуйста. Где? Вон, гляньте. Общевойсковой единый бронежилет. Вот такая. Вот такой, из 16-го года. Видите? В бомбарь идем. Сколько здесь было? Кадыровцев с 1 марта по 7 марта было, ну, примерно, 2400. А именно здесь жило? Здесь именно, ну, человек, наверное, 100. 100 человек здесь жило? Живых у них осталось, там, человек 70. У всех армий мира уже их давно-давно нет. Ну, мы такого не видели уже. Желтые. Да я еще, я уже учился, их уже не было. Пылесос, пылесос. Я что-то не сильно хочу брать для себя. А надо спить меня. Это что такое, кормушка? Полевая кухня. То есть это стоянка русских солдат. Русских солдат именно так. Заходим в бункер. Это как правильно называется? Блиндаж? Это называется погреб, в котором они жили, да. Ну, можно сказать, выгибать. То есть они здесь прятались от обстрелов, да? Не, не существовали. Они так давно сказали. Вот это да. А, ого. Вот тут всякого валяется. Пацаки, то есть это советский бомбарь стандартный. Мы их вам сотни показывали. И вот здесь орки окопались. Вот какие-то патроны, видите, валяются. А когда их отсюда выгнали? То есть сколько дней назад еще здесь они были? Недельки, я бы сказал, может, две. Нет, это... Вон моча, видишь, ссали в бутылке. Электрика. Парашичи. А, смотри, они даже сделали чучело на входе, наверное, выставляли. А, смотрите, чекат, гранаты или что это такое, кто шарит? Куча патронов отстрелянных. Гильз, смотри, какой. Не трогай. А, нет, мы тут проверяли, что это вот в принципе... Лучше лишний раз. Не ладно. А коробки это современные. Ну, то есть это они их с собой принесли. Что это такое было? В бога даже верят, видишь? Кстати, Николай Угодник, это же покровитель бандитов. Что за коробка? Здесь не подписано. Гляньте, вот. А, вот, да, смотрите, их белые повязки. Курточка. Сейчас, сейчас, сейчас. Во, смотри, вот. На погонах у него повязана вот эта ленточка. Гнусная. И белая повязка на руке. Подсумки. В общем, всякая всячина. Вот, смотрите, это посадочные места. Они здесь соорудили себе такие кровати. 5-45. А что такое? Что, пули? Типа не отстреляны? Что такое? Где-то, где-то. А, это затычка с подранатом. Ну вот, вот тут вот спал состав российских войск. Вот, ихнего оружия. Вот смотрите, вот затычка с F1. Если была бы целая, вот так вот зажимаешь, пальцы оторвают нафиг. Опасная штука. Вот, смотрите, итальянские матрасики. Коробка с подранатом. А где-то подписано, что у нас подранатом? Ну да, конечно. Наверное, поднимать надо. А вот этот, специальная штучка. Что такое? Это для обслуживания, наверное. Предприятие, что? Балакирево. Какие-то мобильные телефоны, наверное, которые они у местных украли. То есть, они полностью оборудовали этот бомбарь под собственные нужды. Гляньте, вот здесь в углу спал человек. Матрас, подушка. Сцал в бутылку. Тут же фляга, возможно, он подбухивал. И лежит иконка. То есть, сходу этот зверь еще и молился. Опять Николай. Где-то они их набрали. И у каждого здесь, смотри, на спальном месте. У каждого на спальном месте мочеприемник и иконка. Смотри, деньги русские. А, гляньте, пацки. Русские рубли. Сейчас камера сфокусируется. Может, заминировали? Может, заминировали. Два рубля, пять рублей кошелечек скинули. Там, может, эта нычка, может, туда что-то... Да, это клад серуна, камрад. Вот здесь вот в углу спали. Видите, они какие-то ошметки тканей накидали. Здесь даже что-то наподобие шторки было. И проходим дальше в бункер. Вот они... Ну, здесь полторы недели назад еще жили типы. Мне сказали, что тут жило сто человек. Сто человек? Сто человек тут жило. Сказали, что 70 из них побегли звезды. Они все бросили. А 30? Ну, померли. А 70, короче, начали сброситься. И все покидали, короче. Даже не успели забрати телевизор и пылесос с собой. А, там же пылесос стоял при входе. Да, они его так берегли-берегли, в куточку поставили, типа, и навіть не забрали с собой. Втекли 70 человек. Але яка их подальше доля, нам не... Мы не знаем. Что там, Лимон? Смотри. Вот у яшечки с F1 лежала. Вот эта штука. Что это такое? Ростяжка. Вот ты ставишь, вот. Веревочка для... Вот это была, по всей видимости, их подземная больничка. Вот вывалены все лекарства. Вот здесь конкретно сделана лечебка. Вот они такой кабинетик оборудовали. А вы спросили внутрь в лечебку, заходили туда? А внутрь в лечебку заходили? Мы зайдем. Что он сказал? Никто ничего не сказал. Можно заходить в лечебку? Заходили туда. А это лекарства, которые они с собой привезли, или это они накрали у местных? Ну, тут вы, наше, украинские. На то, что, короче, да, еще накрали у местки Таралак. Купсалив. Да, наше украинское лекарство, что они его накрали где-то здесь. Смотри, какие гады. И в натуре медпункт себе оборудовали. Тут кто-то спал? Или это для раненых была позиция? А, вот, кстати, какой-то погон русский сейчас покажем вам, друзья. Это у них типа как центральная комната была. Смотрите, провели электричество, удлинители. Я не знаю, откуда они запитались. Вон уходит провод. Генератор? А, значит, они с улицы запитались через генератор, провели себе электричество. А, тут у натуре лазаретки был. Да, лазарет. Обреза, причем какой-то шеврон обрезанный. Пилка, может быть, тоже украденная у местных. Ну, кстати, очень много георгиевских вот этих короладских тараканичьих лент повсюду валяется. Видите, здесь в перемешку вещи, которые они украли просто у местных жителей в селах. Вот это центральная комната. Видите, тут, наверное, самые командиры спали, потому что здесь, ну, в принципе, очень достойно оформлено по сравнению с соседними комнатами, где прямо на моче спальные места расположены. А, слышишь, а можно подойти снять вот эту зетку георгиевскую? И все, и петляем. Да, но бахилы же на вооружении в армии состоят до сих пор. Не-не, мы выйдем, где и заходили, с нашей стороны. Вот это наступило, оно ляпнуло. Где? Ну, что там не ляпнуло? Стоит. Заходи вот так вот аккуратно пойдем еще. Куча русской формы в перемешку. Вот такие ватники тухлые, но обратите внимание, он сделан из какой-то химки. То есть, даже если бычок кинешь, здесь сразу будет вот такие дыра. То есть, это самая беспонтовая форма, насколько я понимаю, на случай чего прикипает к коже, да? Скорее всего. Что там видно? Ну, смотрите. Туда можно подойти? Вот сюда. Вот сюда заходите. Гляньте, вот такая паскуда сделала себе нарукавник. Соорудил человек самостоятельно. Пришил Z-ку из каралатской ленточки себе на руку. Но, видать, не помогло. Как нам стало известно, здесь жило около ста человек в течение нескольких недель. Они здесь полностью обжились, провели электричество, сделали себе здесь подземный лазарет. Обустроены многочисленные спальные места. Вот жрачка, в большом количестве которой, я думаю, была украдена у местных жителей. Вот так вот паскуды здесь. О, слышишь, покажи. Это промышленный состав. Покажи, покажи. Смотрите, вот у них стратегический запас. Вот они всюду себе обустраивали вот эту пропагандическую свою парашу. Гамрат, что думаешь? А? Что думаешь? Ну, для реконструкции. А, ну давай я его так размотаю. Может она горит, плавится, пахнет гарью? Нет, тут вообще, тут вообще в этом помещении очень сильно пахнет гарью. Смотрите, здесь какая куча продуктов. Чай, чайники, консервация, какие-то фонари. Камрат, как тебе? Да, ну это логово такое, именно бункер перестроили. Ну что, я в шоке, если честно. Я не думал, что такое будет в 2020 году. Ну вот. Ну. Пацаки, мы двигаемся в сопровождении военных. У нас есть определенный график, нас торопят. Поэтому смотрим в таком близ формате, что успеваем, фиксируем, вам показываем. Здесь, кстати, я вам покажу сейчас минутку. Вот они свои лапти повыставляли. Сапоги, я не знаю, армейские, это не армейские. Вот здесь они, а, видать, разбувались, когда входили в это помещение. Это в натуре были какие-то козырные комнаты. Тут очень много вещей. От всего нашего канала мы хотим выразить огромную благодарность военным, которые нас сегодня сопровождают. И отдельное спасибо Жене с канала Одессит Домбровский за помощь в организации этой поездки. Ссылку на его канал вы найдете в описании. ОКУПАНТО ОЛЕНА Ну, бомбарь огромный. У нас просто нету времени, чтобы вам его пройти весь, показать. Здесь идет основной коридор и боковые комнатки, оформленные все под спальные места. Мы гуляем в бомбаре, слышно, как сверху гупает направо-налево, направо-налево. Везде у них оборудованные комнатки. Я даже не удивлюсь, если где-то там еще под матрасами сидит тело запрятавшееся, которое забыли и здесь просто кинули, оставили. Вот они с бункера выходили, и здесь у них был обустроен лагерь. Видите, жрали, все раскидывали, как скоты, как суки. Вот, кстати, целый ящик запечатанный с паштетом печеночным, запечатанный. Целый ящичек. И вот в натуре, это не выдумки, все обосрано, обосрано. Прямо здесь же они выходили и гадили. Здесь они соорудили маскировочную сетку, вот тут натянули какие-то блиндажи. Что это такое? Ого, а чего это? Выстрел нашего. Покажи. Ого, пацаны, гляньте, я не военный человек, я не разбираюсь, но это лютая тема. Это русская или наша? А, кстати, глянь, какой прицел, комрад. Да, да, да. Подожди, открой, открой, открой его. А, курок, смотри. Да, вот прицел, вот. И вот курок, а ну взведи его, слышишь? Ты шо? Вот это прикол, пацаны, гляньте. Вот, смотри, тут все написано. Людь. РПО-3. С боевой гранатой. А, это какой-то гранатомет. Да. Короче, вот такая вот требуха будет, конечно, еще десятилетиями мы будем находить в полях и лесах нашей необъятной родины. Оно жестко, но самое страшное, что к этому всему привыкать. Вчера было страшно, всю ночь не спал. Сегодня уже спокойно, как-то типа привычно к этому всему стало. Самое страшное, от тебя тут ничего не зависит. Такого автоматного боя тут нет, потому что мы далеко. В основном это артиллерия, дальнобойные орудия работают. Может, в любое время сюда прилететь. Мы как бы под прекратием военных здесь, поэтому как бы спокойно были у меня. А так вообще тут, конечно, страшно. Жестко, очень жестко. Дима, а что вы ему каску дали? А мне нет, тебе меня не жалко? Ну по статусу. Ну, ты же понимаешь, это не защитит. Не ходи по траве. Ходи по траве, скотина. Скотина по траве не ходит. Под ноги стыдно. Я считаю, что причина этой войны, это война прежде всего идеологии. Это война рабского мышления и свободного. Это война ценностей. Война возможностей. Просто некоторые страны привыкли жить по клише из 19-го, 20-го века. Но сейчас мир быстро уж ускорился. Раньше мы во Второй мировой войне ждали вести с полей. В каких-то листочках, в каких-то почтовых конвертах, телеграф. Там только зарождался это. Проходило очень долго. Сейчас это все очень быстро. И сейчас все битвы, все вот эти, они очень молниеносно проходят. Все очень быстро, все ускоряется. Вот если сравнивать Вторую мировую войну и война, которая сегодня происходит, то сейчас эта война проходит где-то как месяц за год. Вот развиваются события настолько масштабно, мир настолько ускорился, что события военных действий, военного театра проходят месяц за год. Ну, при том, что это первая такая большая война, которая происходит практически онлайн. Да, это, да, это первая действительно как онлайн война. Каждый человек может наблюдать, зайти. Есть куча сервисов, где можно отследить продвижение фронтового, можно отследить продвижение и состояние войск. Также передаются данные со спутников. Все это, это большая такая партия, которая разыгрывается прямо сейчас. Стой, 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 стой. А, это от нас, да? Растяжка? Это где-то рядом, да, совсем жахнуло? Не бежим никуда. Я думаю, давайте немножко присядем. Наши? Нормально. Что, заекало сердечко? Ну, нормально, скажи нормально. А где сус? Выкупайте. Жестко, пацаны, сердце бьется люто. Просто нас тут 15 человек, я не снимал, но все мгновенно присели. За полсекунды. 500 метров-километр фронт отсюда, один километр. Поняли, что несется? Это же эти же ребята, они делают просто позицию недалеко, что они не удалось стоить. Не, по одному вы понимаете. Сус, шо, как тебе? Слышишь? Там ты в бане. Как тебе выстрелы? Ну, в бане, сказали, что не стреляют, а тут стреляют. Стремно? Ну, конечно, стрёмно. Зачем это надо? Да, я говорю, что по вам не будет стрелять. Русские деньги, пропитанные кровью, мы не снимаем. Здесь лежит 4, как это называется, подснежники, как чернослив, но мы их не снимаем из-за цензуры. Ну, поверьте нас. И вот здесь во всех окрестностях разбросаны их личные имущества, в частности, месячная зарплата. Оставляем здесь, ничего чужого не трогаем. Руки моем дальше с ацетоном. Друзья, были на этой локации, сейчас поедем совсем в другую еще, посмотрим, где местные жители, пообщаемся с местными жителями. Посмотрели здесь взрывы, посмотрели позиции и едем сейчас в другое место, смотрите, где еще люди остались жить. Там село, оно очень сильно разрушено после боевых действий, посмотрим, там гуманитарная катастрофа, сейчас заедем и все, сами увидите. Мы военные блогеры и мы працюем для вас, чтобы вы это видели. Супер. Ну, только что я посмотрел, что тут творится, ребята. Харьковскую область бесспорно освободят, потому что Игрегор очень силен. Возможно, и дальше пойдем, не остановимся, не знаю. И самое интересное, смотри, все прилеты со стороны Рашки, вот посмотри по домам, мы завтра будем на Салтовке, ты с тыльной стороны не увидишь ни одной дырки. Все со стороны от России, ты понимаешь? А эти черти рассказывают, что это мы бомбим себя сами, ты понимаешь? И то, то, то толпа, понимаешь, в это верит. Вот завтра все вы все своими глазами увидите. Дело в том, что многие у нас в Украине, знаешь, расслабились, как будто войны нет. Нет, война здесь есть. Это пепсикольная движуха с кальянами, с кофеечками возле набережных, это все чистая херня. Здесь может прилететь реально в любой момент, особенно вот в Харькове, на окраинах города. Расслабляться вообще никак нельзя. То есть у нас война. Гляньте, это разрушенная сельская церковь, сделанная просто в обычном домике. Обычная двухэтажная хатка. Вот тут были прихожане. Видать, здесь прямое попадание, потому что здесь... Кошка? А что, это кот был? Вот это был алтарь. Кто разбирается в церковной науке, тот поймет. Здесь, может быть, даже какие-то старинные иконки. О, кроль! Смотрите, я нашел... Денис! Денис! Кролик! Смотрите, пацаны, кроль тупо настоящий. Здесь, короче, здоровый, живой кроль. Ну, заяц дикий. Вот это он бегает. Он просто перепугался и внутрь зашел. Стой, 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 стой. Дай, чувак, что у нас нахуй нас... Что случилось здесь? Кроль, да? Кроль. Кроль. Вот, заяц. А, я смотрю, что это шуршит. Пацаны сказали, что это кошка, но я думал, что это шутка. Это в натуре. Кроль забежал в церковь, перепугался, но животное... Понятно, что они в шоковом состоянии. Еще больше, чем люди, они не понимают, что это такое. Я не знаю, может, попробуем вытащить его отсюда и куда-то на природу выкинуть. Я просто не знаю, что кроли. Они кусаются. А, вон, вон хутро, видите? Вон, 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 вон хутро. Вон он дышит. Ладно, кроля оставляем. Нас торопят, но я вам просто покажу, чтобы... Посмотрите, вот прямо сюда было попадение. Какая-то отлетела. Вот, горящий кусочек снаряда. Вот прямо в молебень сюда все разрушило. Церковное вот одеяние, батюшки, всякие приспособы. Но я думаю, что люди придут все это, приведут в порядок. Так, Поля, там кроль здоровый. Какой, живой? Живой, огромный кроль, просто бегает по помещению. Старинный домик, еще деревянная лестница на второй этаж ведет. Но туда мы не пойдем, мы там вообще полностью все провалено. Может, иконы какие-то вообще старинные. Посмотрите, это ручная работа. Все так сделано аккуратно, очень красиво. Смотрите, ребята, сейчас мы в православном храме. Вот это место, где ставили за упокой свечки. Вот на этом месте. Вот там вот престол. Там было таинство, принималось Евхаристией. Ну, то есть во время причастия, во время литургии святой. Сейчас все разрушено, видите, в каком состоянии. Поэтому, ну, война. Но Бог, то он же не в храме, Бог же не в доме, а Бог же сверху. Поэтому все будет хорошо. Просто я не знаю, ну он может быть ночью дождется. О, вон он носик вытащил. Он может ночью дождется. Ой, ой. Да он же сам выйдет. Просто на боссе сейчас жарко, и люди ходят. Переехали какие-то машины, какие-то военные люди. Он не сховался тут. Выйдет, выйдет. Это же дикий кролик. Это же, ну, это же не домашний. Еще в 19 веке на карикатурах изображали Россию как здоровенного кровожадного медведя. А потом что сделали? Просто вырвали ему когти. Вырвали ему лапы просто-напросто. Вот развалился СССР. И все, подпаивали водочкой. Пришел Ельцин, либеральное правительство, приняли приватизацию. И он начал набирать силу. Начал, 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 начал. Потом все нормально, все, либеральная страна, все класс. И пришел потом господин из КГБ. Тоже начал заигрывать с Западом, что все хорошо будет, все отлично. Даже хотел вступить в НАТО. Почитайте историю. Даже объявлял, что Россия, НАТО нам не угроза, мы вступим в НАТО. И все, и будем жить либерально, дружить со всем миром. Но потом что-то в головушке нарушилось. И что мы получаем? И мы получили вот такую вот кровожадную агрессию. Получили наращивание, пряцание ядерным оружием. Это все потому, что цена на нефть-то вверх пошла. И нефть и деньги начали скапливаться. Скапливаться, скапливаться, скапливаться. Плюс тотальная коррупция. Вот к этому все и привело. Здесь целиком разрушенный дом. И местные жители, ну гражданские жители, самостоятельно похоронили райсянского орка. И сделали вот такую табличку. Сейчас вам покажу на солнце, чтобы вы хоть увидели. Это вот, кстати. Ну, это не нуждается в комментариях. Сами видите, что происходит. Сейчас тень. Что происходит. И вот такую табличку сделали гражданские. Тут похоронен российский оккупант. Шо, Артыш Чедер. Какой-то. 98-го года рождения. Республика Тыва-Ка-Хемск. Вот такие дела. Мама, привет, забери. Ну вот здесь его так вот похоронили местные жители. Ну как похоронили. Просто присыпали. Там буквально пару сантиметров земли. Вон его ноги. Русская армия использует символику международного красного креста. Это запрещено всеми конвенциями. Посмотри. Вот этот знак, это международный красный крест. Это советская вообще аптечка дореволюционная. Дорогие друзья. В стране идет война. И мы сейчас не снимаем веселый контент. Как бы снимаем войну и трэш, который происходит у нас в стране. Сейчас не до веселых съемок. Но кто хочет как-то отвлечься, конечно, от войны. У нас есть старые ролики. Можете отмотать, посмотреть. А пока снимаем вот то, что есть. То, что происходит на самом деле у нас сейчас в Украине. Пацаны, вот это конкретно русский танк, по которому отработал украинский джавелин. Нам военные рассказали. Классическая ситуация, когда оторвало башню, отнесло ее в сторону. Скорее всего взорвался боекомплект, который был внутри. Соответственно, все, кто находился внутри, сколько там? В три или четыре человека все мгновенно испепелились. Вот так вот бьются наши войны. Вон, покажи, покажи, что там. Они все взорвались. Большая была температура. А, смотри, вот они выстрелили прямо... Да, ну вот, смотри, они постреляли. Гляньте, пацаны, они все... Вот, вот пули. Они все отстреляли прямо в коробочке, в боекомплекте. Вот эти, даже пуля репнула. А, это может быть разрывная какая-то была. С сердечника. Ну, смотри, как она треснула внутри. Ага. Это простая пуля. Собираешь? Да. Зачем? Это смерть все. Это смерть, война. Что? Смерть, война. Такое никому не нужно абсолютно. Кому это нужно? Это ужас. Люди жили, вот садили чесночок такой, танк. Ай-юх! Заехал. Развернулся, вот смотри. Сломал им весь палисад. Потоптал чеснок, поставил возле хаты. Ребята отработали. Бабах! Разнесло хату, разнесло эту коробку ржавую, вонючую. Все. Приехали. У людей нету ни дома, ни теплицы. Ни хрена. Спасибо. Помогли, освободили. Радует, что, блядь, о этом. Уже восстанавливают. Я очень рад, что очень быстро работает Харьков Облэнерго и уже восстанавливают провода. Поэтому мирная жизнь тут будет буквально уже завтра-послезавтра. Появится свет, появится вода, появится газ. И все будет по-мирненькому. Вот смотрите, вот тут будут парнишки играть в футбол. Вот, вот тут. Скоро вот тут будут играть в футбол. Мирное небо. Здравствуйте. А то ваша хата. А вот это наша хата. Вот это домик. Что, отстраиваете потиху? Да сейчас мы забываем векна. Те все отстраивать, кто знает, когда там надо все выгребить. Там вот такое все. А вы уезжали отсюда? Ну, у нас, они когда заехали с танками. Ага, то вы уехали. Ну, сказала, что хотите залезти в погреб, может, живи останетесь. Ага. А не, значит, идти в Россию. А и что вы сделали? А у нас на нижней улице мама. Мы спросили, а можно нам на нижнюю улицу? Ну, в течение пяти минут. Ну, все, что было, у нас тут машина стояла. И на нижнюю улице. А они постановились тут скрозь, в дворы. Я говорю, а что вы постановитесь нам в дворы? Вы понимаете, что это же будут стрелять. Выбивать же вас должны. Ага. А вот так ваши же говорят, вас разъебьют. Ну, я говорю, понимаю, что наши. Ну, вы ж воли не выйдете оттуда в поле, воюйте. Мовчать. Я говорю, я вообще не понимаю. А чего вы пришли до нас? У вас нацисти. А где нацисти? У меня человек русский. Дети, получается, у меня кто? Полуукраїнцы, полурусские. Где нацисти? Мы нацисти или кто? А на второй день мы, ну, опять же, они же встали тут. Наши не стреляли. А они стреляли с танков. Они стреляли по Харькову, потому что правильно, они стали. А наши знали, что тут люди еще были. И они не стреляли. Отром прийшли рано. Думаю, может, что-нибудь они нам еще отдадут и будем уезжать. Уже были тут другие. Ну, то есть, они нам еще сказали, идите, закрите хату. То есть, все, мы прийшли, а зайти не можем, потому что оттуда закрыто. И изнутри? Да. Вот. Они нас запустили. Там уже были не все, какие были. Был уже Рустам я его звали. В вашей хате? Да, они ночевали тут. На втором поверхности. И тут бронежилеты лежали. Ну, сын сказал, что, скорее всего, 7 человек тут было ехать. А вам хату сильно повредили? А вообще ничего не мое. А вы тут заходили? Ну, можете зайти, подавиться. Пожалуйста, идите. То есть, сейчас здесь жить невозможно? Ну, идите подавиться. Опять же, что этот говорит, у вас базы НАТО стоят. Я говорю, ну, а ваше, как и дело, что у нас стоит? Наша страна, мы можем тут что-то хочем работать. Мы же до вас найдем, он и скажем. Вон боеприпасы какие-то, да, у вас лежат прямо во дворе? Ну, а тут лежали, забрали что-то. Мы еще ничего не раздивились. А ваша собака? Нет. Вашего гостя пришла просто? Наша гость собака осталась. А, то есть у вас тут все время просидела собака? Просидела, да. Ну, я там. Арчик. Арчик. Арчик, где ты? Арчик. Иди сюда, маленький, иди. У него там лапки пораные. Ну, он просидел, все, мы приехали, он тут. Да. А что, у вас колком попало? Ну, наверное, ножкой тут. Где-то там лапка, вон, бачите, там. И вот тут вот тоже. Ну, живой оставься. Ну, живая, хорошо. Рады, и слава богу. Да, Арчик. Да. А в хате у нас, ну, можете глянуть. Кстати, а там в церкви сидит кроль такой метровый. Да тоже какой-то, не знаю. А церковь, они спитали, что это за дом? Мы говорим, церковь. Ага, перестрибнули через забор, выстрелили вот так двери и пошли. Да, вот это наш банк. То есть сначала здесь жили орки, а потом произошел прилет? Конечно, значит, ну. Заняли, они просто заняли это все. То есть второй этап был деревянным, полностью выгорел? Да, ну, кирпичный и деревянный перейд. Ну, хоть что-то здесь сохранилось ценное? Ну, самое ценное мы жизнь сохранили. А это уже все. Ну, это все, что есть, бачите. Это детская. Ну, вот самое интересное, книжки не погорели, бачите. А вот... Вот, ну, и тут. Вид на все это быть. Ну, в общем... А вот там, вон, бачите, это место? Ага. Вот там была иконка. Но она осталась. Вот, она трошка полыла, и она осталась. В доме стояла, да? Там, на том месте, на стенке вас села. Ну, в общем, вот это такое. Вы порядки, да, почти чуть-чуть наводите? Ну, что тут можно навести? Сейчас сгребем все, забьем видно, чтобы хоть война закончится, будем жить. А что делать? А что могли передать Путину и русской армии? Те, что желаем каждый день. Бабушка, моя мама еще есть, ей 87 год. Вона каждый раз каже, враженький, чтобы вы сдохли. Вот и все. Что ему передать? Все закончится хорошо. Иначе победят, а им будет полыболюсы. Потому что у нас, вы подавите, у нас все улицу уничтожено. Все, полностью. Ну, мы все строились в одно время. Нам дали участки, мы построились сами. То есть, это бы с помощью кого-то. Родители. А вы этот дом сами построили? Конечно. Собственно, наручно? Конечно, это дом строили мы все. И дети, сын мой, кирпичики укладывали. Родители мои помогали, дядя мой помогал. То есть, это мы сами все строили. Нам никто не строил, я. Кумавья там приходили. То есть, это дом построенный просто своими руками. Ладно, держитесь, переможено. Спасибо, да. Я думаю, что все будет хорошо. И смерть врагам. Сто процентов. Да. Бобик, шо, ты пережил оккупацию? Собачка оккупацию пережила. Масенький. Шкутельгая. Бобик, все будет хорошо. Лечись. Победим. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ого, тут какая база котячая, мощная. Котики уцелели, это хорошо. Китонька. Вот стой, покажи. Смотри. Танкиста, гермошлем. Геру как называется? Ну, гермошлем. Шлем танкиста. Тут спички из-под ветроустойчивые горят еще. Что, вы отстраиваетесь потиху уже? Потиху отстраиваетесь уже? Да. А это ваш дом? Нет, вон хозяин. Якум. Трошечки вам уже. Победа фраза. Да. Вот хозяин. Да. А вы тут были все время или уезжали? Мы здесь были, покуда танки не заехали. Ага. Выехали сюда 27 марта. Угу. В Парьков. И вернулись уже вот такое? Ну, вернулись, как солдаты нас пустили. Ага. Как урон оцениваете? Да, урон сильный. Ну, как бы по деньгам даже непонятно, как бы. Но подлежит восстановлению дом? Да, да. Что же здесь по коммуникациям? Электричества, ничего нет? Электричество тянут, вода есть в доме. Газ тоже у нас. Есть уже, да? Да. А вода, что, свои колодцы? Нет, почему? Централизованная вода полностью есть. Подается, да? Да, да. А вы этот дом сами строили? Да, 8 лет. Я сам строитель. А когда он был, ну... И два года пожил, вот. Два года. То есть в 20-м году вы его построили? Да, да, да. Он был сдан, да. Что, до холодного сезона думаете залатать? Да будем латать. Давайте я могу вам в середину. Ага, давайте. А вот это основное повреждение, да? Ну, вот это повреждение... А у вас в доме жили орки? Орки, да. Да, они больше у нас в погребе жили. В погребе там страшно вообще. Там сухпои их не валяются, бумажки всякие, понятно? Ну, потому что вот они лежали, вот смотрите, видите, диван вымазанный в сапогах, все это. Это уже поубирали тут. Самое лучшее, как бы, выдержала кухня у нас. Ну, только Степа вылетели, видите? Ой, вот это, вот это, вот это, у нас новая кухня, вот это. А как это они помародерили, какие-то было присутствия, видно, что они там что-то выдергивали, вырывали? Ну, помародерили у нас, получается, плазма исчезла, вот здесь вот была. Мы ее сняли, но ее нету, плазмы нету. У детей компьютеры, эти, мониторы. Позабирали они, получается, ложки, вилки. Ага. Вот это все ушло. Ну, сейчас еще на второй этаж пойдемте, он у нас не живой. Я еще рыбалкой занимаюсь хорошо. Ага. Вот у меня сильно много украли. Снастей? Снастей, да. Что, лестница целая? Лестница, да, это тоже, я ее делал, дуб. Дуб выдержал. Все самостоятельно ты построил? Да, 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 вот видите, вот тут осколком, вот, прошивок. Крышу надо менять, ну, покрытие. Дерево-то все восстановится. Вот видите, взрыв был. Это временно покуда сделано, чтобы не затекало. Ну, тут снасти были, все вот это, это, повытягивано, палатки зимние там, ну. Ну, все, все, все ценное, все ушло. Сначала мы пережили бомбежку. Мы тут, получается, в погребе просидели, вот как они зашли сюда. Танки сюда позже заехали. А в погребе мы прожили где-то недели, две, три, вот так вот. Марта мы просидели в погребе. Здравствуйте. Дед, ничего я. Не услышал. Это угол выломал танк, не взрывом. Он въехал сюда? Да, вот смотрите, угол, машина сына, ваннас, это что от него осталось? Ага. По нем ездил он, так и сяк, так и сяк. Зад, вперед. Восстанавливать будем, а что делать? А что вообще Путину могли бы сказать? Путину, ну а что можно сказать? Идиот, блядь, дебил. Слов нету просто. Вот это мы можем ему сказать. Спасибо большое. Скажите, а вам сколько лет? 54-го года рождения. А что думаете вообще про эту войну? Это война, фашизм с той стороны, чисто. Это, я с ними разговаривал, это чисто, как фашисты мне мамка рассказывала и бабушка. Входили. Они вроде бы и что-то к нам какое отношение, но что прикажут, то будут делать. Прикажут стрелять, он будет стрелять. А вы с орками разговаривали? Да. И что они говорили? Вот это что я говорю. Я говорю, ты будешь меня стрелять, вот ты со мной сиди, сейчас мы разговариваем. Молчат, ничего не говорят. То есть человек может сказать, да, нет. Они молчат. Вроде бы совесть какая-то играет у солдата простого. Но прикажут, он будет стрелять. Чистые нелюди. Это, ну я говорю, фашисты это есть. Это я сказал уже. Не на то, что мне по телевизору говорили, когда вроде немножко слушал. Новости. А то, что сказали они. Мое мнение о них. Они исполняют, как роботы, то, что им прикажут. Все, простые вот это вот. Были здесь, значит, русские парни, которые себя называют вроде бы славянием. Но они не славяне. Русские были. Тувинец был. Земляк, министр обороны ихнего. Говорю, а что ты здесь? Потом, когда бахнул в погреб прямой, он сказал из-за сына. А я говорю, тебе что, украинец сына обидел? А он говорит, нет, сыну деньги. Вот и все. Вот зачем они пришли. Деньги зарабатывают, накрабить. Ну, это уже было. Я понял. Добренько, спасибо. Так что это фашисты. Это не люди. Держитесь. Или покрещены. Да, конечно. Да, держитесь. Мирные люди гибнут не напрасно. Мы на своей территории, мы защищаем свою родную страну. Кто-то общается на украинском, кто-то общается на русском. Но в душе у нас Украина, и победа будет за нами. Звук. Еще раз. Заминировал. Тапок не заминировал. Заминировал. На. Видите, кто-то в русский паек. В русский паек. Кто-то намародерил вот этих детских. Шампунь этот детский, видите. Натолкали себе целую пачку. Ну, жесть была, когда орки стреляли ракетами по Харькову, конечно же. Мой любимый район Салтовка был разрушен, сожжен весь полностью. Дотла. Сзади нас там лежат кассеты от ураганов, которые непосредственно стреляли по Салтовке. Первая жесть, которую я встретил, это бой на Шевченко был в школе. Вы видели, наверное, эту разбитую школу. Туда въехали на тиграх спецназовцы, псковский спецназ, и мы заставили их деноцифицироваться. А вот мы сейчас где находимся, что тут вообще происходило, вот рядом тут все здания разрушены. Здесь был штаб, местный житель, харьковчанин, приютил у себя, он предатель был вместе со своей женой, приютил у себя русских, расположил у себя в общежитии более ста человек. Кормил их, поил, одевал, обувал, вывозил в город, чтобы они корректировали огонь и убивали наше население. Расскажи, как вообще русские ведут бой? Ну, как вот они воюют? Они трусы. Они воюют только реактивной артиллерией. В штурмы они не ходят. При полном боевом соприкосновении как вообще бегут? Они бегут. Ну, недолго. Ну, а вообще смысл? Объясни тогда смысл вообще, зачем Путин затеял вот это вот все? Это невозможно. У меня нет объяснения этому. У меня нет понимания этому. Ладно, а что дальше, скажи мне? Твои краткосрочные перспективы для них? Мы освободим полностью Украину от них. А там, если нужно будет, пойдем дальше. Слава Украине! Героям слава! Героям слава, друзья! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина! Понаду все! Героям слава!